Здравствуйте, меня зовут Инна Кирилюк, я практикующий психолог. Более 15 лет я работаю с детьми и семьями. Сегодня буду говорить о сложной теме, о детях и семьях с опытом вынужденного переселения. Как психолог-волонтер я получила важный опыт, хочу дать базовые рекомендации для родителей. О семьях. Семьи потеряли свой дом, стабильность и безопасность. Это очень сложное травматическое переживание, это травма вторжения. Она нарушает базовые потребности человека, потребность принадлежности, безопасности, способность заботиться и любить. Дети самые незащищенные в этой ситуации. В силу возраста их психика незрела и несформированные механизмы стабилизации внутренней жизни ребенка. Главная точка опоры – это эмоциональная связь ребенка и родителя. Родители – это эмоциональный дом для ребенка, и дети его не потеряли. Это главное. Хочу дать рекомендации, как сохранять эмоциональную связь. Первое. Место и границы. Родителям важно обозначить новое место и его границы. Мы сейчас живем не дома. Это новое место. Нам нужно время, чтобы ко многому привыкнуть и понять. С ребенком важно обсудить его день, где он может играть, где уединяться, где будете вы. Ребенок должен знать, где может получать еду и информацию. Ребенку важно сказать, что нормально чего-то не знать и спрашивать о новом. Второе. Альтернативный взрослый или заботливый взрослый. Стресс и огромное количество забот забирают много сил у родителей – и физических, и эмоциональных. Ребенку важно рассказать, кому он может обратиться с разными вопросами. У кого может спросить, где он, чем занят, когда вернется. В организованных поселениях это могут быть соседи или рецепшн. В семьях – родственники. Важными взрослыми могут быть люди, помогающие в профессии – психологи, социальные работники, учителя. Важно сказать ребенку, что нормально задавать вопросы взрослому, который может ответить. Третье. Ритуалы. Обычная домашняя рутина – это сильнейший антистресс. Самая большая безопасность для ребенка – делать знакомые стабильные вещи – домашние ритуалы. Делайте, как всегда. Если вы перед сном читали сказку – продолжайте. Если у вас было вечернее чаепитие – это хорошее время. Если вы утром смотрели мультики – замечательно. Любая знакомая деятельность вернет чувство компетентности и вам, и ребенку. Важно сказать ребенку, что хорошо помнить и делать то, что мы любили всегда. Четвертое. Переходный объект. Самое сложное в этот период для ребенка – расставание. Ребенок не хочет вас отпускать, ведет себя как маленький. Это нормальное регрессивное поведение ребенка, связанное с разлукой. Вы можете дать ребенку вещь, которая напоминает о вас и поддерживает его. Это может быть мягкая игрушка, книга, гаджет с любимой игрой. То, что на время может отвлечь и успокоить ребенка. Иногда вы можете ребенку оставить личную вещь. Это особенно важно для детей дошкольного возраста. Вы можете объяснить ребенку, как он может с вами связаться, сделав звонок или написав смс. Для ребенка важно сохранять эмоциональную связь, когда вас нет рядом. Пятое. Челесный и визуальный контакт. Как волонтер я наблюдала, что родители и дети не смотрят глаза друг к другу. Взгляд скользящий сквозь ребенка. Прикосновения поверхностные. Помните, что ребенку важен ваш прямой заинтересованный взгляд. Ты как? Как твои дела? Это не займет много времени. Больше обнимайте ребенка. Берите за руку, за плечо, гладьте по голове. Это дает ощущение присутствия. Дайте ребенку понять, что вы доступны и открыты для него. Скажите ребенку, что нормально хотеть быть ближе друг к другу. И последнее. В этот период жизни вы проживаете сложные разрушительные эмоции. Злость, страх, отчаяние. Вы можете кричать, срываться или уходить с себя. Помните, это нормальная реакция человека на ненормальную ситуацию. Если вы позволите себе говорить о сложных чувствах, то и у ребенка будет возможность выражать свои разные эмоции. Говорите с ребенком о разном. Период изменения вашей жизни. Спасибо. Всего вам доброго. Продолжение следует...